Всем привет! Очередное видео о ремонте печки автомобиля Nissan Sunny 2003 года. Кузов FB15, двигатель... Двигатель, короче, полторашка. Не буду заморачиваться, ладно. Значит, что я хотел здесь показать? А показать здесь особо-то и нечего. Вот смотрите, включаю, ставлю ключ зажигания. Поворачиваю его. Видите? И пытаюсь включить печку. Автоматическая не идет. Первое положение не идет, второе не идет, третье не идет. Всего три положения, ну и автомат. Значит, первое, что пришло в голову, ну, наверное, сломался сам вентилятор. Хотя вентилятор на этом автомобиле я уже ремонтировал. Видео есть. Смотрите плейлист Nissan. Там снимал полностью вентилятор. Кто-то здесь колхозил старый вентилятор. Вот. А я купил оригинальный. Бэушный, правда, но оригинальный. И переставил его. Все это в плейлисте на нашем канале Юрия и Ларисы Ивановы. Live. Есть плейлист Nissan. И там есть ремонт. Ничего не снимая. Вот здесь вот бардачок. Машина праворукая. Под бардачком. Видите, вот разъем. И этот разъем идет на печку. То есть не на печку, а на вентилятор. Системы отопления салона. Ну и проветривание салона. Летом проветривание, зимой отопление. Вот видите. Вот он сам вентилятор. Вот он. На него вот здесь вот. Отсюда плохо видно. Да, вот. Вот здесь вот она. Вставляется вот эта вот фишка. Вот она. Я ее снял. Вытащил. Подал сюда плюс-минус. И вентилятор у меня зажужжал. Ну то есть печка заработала. Теперь моя задача. Значит, что я думаю? Я думаю, что есть тут такой прибор. Реостат. Который меняет, когда вот эту ручку поворачиваешь. Сейчас покажу. Переключение скорости вращения вентилятора. Ну то есть быстрее идет, медленнее. Вот смотрите. Первое положение, второе, третье. Это как бы климат-контроль автоматическая. Вот. Ничего. Я уже показывал. Когда еще печка, вентилятор не был снят. Ничего не работало. Значит, перерыл я кучу интернета. Неохота мне было разбирать вот эту панель. Потому что думал, что Реостат там стоит. Но оказалось, нет. Значит, на многих Ниссанах Реостат стоит прямо вот в самой печке. Вот здесь. Вот здесь вот специальное там есть приспособление. Но я ее показывать не буду. А именно вот на этих моделях, кузове ФБ, оказывается, Реостат стоит. Вот смотрите. Вот рулевая колонка управления. Ныряем под нее. Перчатки уберу. Ныряем. И смотрим. И вот нам открывается вид на вот этот вот беленький Реостат. Вот он. Вот он Реостат. Видите, разъем. Вот мне его надо сейчас разъем снять. И сам Реостат выкрутить. Для этого я что сделал? Я разложил сиденье. Возможно, может придется его и снять. Не хотелось бы, но, наверное, придется. Потому что, ну, неудобно лезть. Хотя, попробую. Сейчас уберу вот этот вот коврик. Чтобы на грязи не лежать. А так почище будет. Убрал коврик. Теперь залажу сюда. Конечно, неудобно. Тем более, у меня очки. Без очков-то будет. И надо открыть. И вот тебе два болтика. Сейчас попробую. Взял я вот такую небольшую отверточку. Хотя, наверное, надо было бы подлиннее взять. Вот так, держи. Вот так. Тут я попросил жену, чтобы она поснимала, как я буду маститься туда. Сразу говорю, лучше, конечно, наверное, убрать. Дай-ка мне камеру. Вот, смотрите. Вот я лег, долго не смогу пролежать, потому что кровь подступает. Но открутить, наверное, смогу. Один саморез открутил. Вот она, видите. Вот она. Давай эту отвертку деревянную покороче. Длинная тут не войдет. И вот саморез второй. Что-то, что-то проворачивается. Не получается. Пришлось взять опять маленькую отвертку. Единственное, вот здесь, что самое неудобное, конечно, подлазить. И загнулся, как хрен знает что. Вот он. Вот он, термостат. Реостат. Видите, вытащил. Теперь надо отсоединить. Не хватает руки. Надо вылазить. Смотри, как я буду вылазить. Вот так вот, вот так вот. Ну, вот так вот. То есть, вроде ерунда. А пришлось вылазить. Вот так. Ну-ка, а так теперь вытащил. Вот там эта штука. Сейчас мне надо будет его проверить. Спасибо, Лариса. Вытащил я вот эту запчасть. Терморезистор его называют. Называют Реостат. Короче говоря, запчасть это переключает положение вращения печки. Значит, здесь есть вот такая крышка. А, да. Вот, посмотрите. Три ноги. Один, два, три. То есть, три положения. И снимаем пластиковую крышку. Она легко снимается. Вот так вот. Сняли. Смотрим, что внутри. Внутри вот так вот, на первый взгляд, невооруженным глазом, все четко видно. Вот здесь вот стоит транзистор. Видите, три ноги. Один, два, три. Вот чтобы понятно было, где вот два скоса. Один, два, три. На другой стороне стоит термопредохранитель. Как пишут и говорят в интернете по мануалам 140 градусов 2 ампера. Видите, вот он скос. Скос. Тут две ноги. То есть, с одной стороны, где один скос термопредохранитель 140 градусов на 2 ампера. А с другой стороны транзистор. Скорее всего полевой. Один, два, три. ноги. Чтобы его вытащить, термопредохранитель, надо распаять одну, вторую, третью ногу. И потом вот эта плата должна оттуда выйти. Ну, тут такая ситуация. Либо я буду сам терморезистор, вернее, термопредохранитель паять вот здесь вот сверху. Но тогда температура его нагревания надо, чтобы была поменьше. То есть, если там 140 градусов внутри, видите, тут вот этот вот не зря же такая вот рубашка или как радиатор охлаждения сделал. Видимо, он нагревается очень хорошо. Вот. И поэтому либо тогда меньше по температуре надо вот это вот место запах... Ну, чтобы сверху будет этот резистор. Либо паять оригинальный туда-вовнутрь. То есть, оригинальный 140 градусов на 2 ампера. Посмотрим. Сейчас, какой получится приобрести термопредохранитель. Такой, значит, и будем впаивать. Если температура будет чуть поменьше, значит, здесь сверху впаяю. Если чуть побольше, значит, ну, то есть, 140, значит, туда название вот этого термо... или как, не термо, а вот этого... вот этого приспособа этого... Здесь микросхема внутри. Вот. Название ее вот такое. Сейчас я вам покажу. Одену. 70, потом T03. А вот дальше тут пишут 2L19 или 2,1,19. Вот тут, сколько я не смотрел в интернете, вот эти все четыре цифры всегда разные бывают. Ну, я так понял, что примерно после 2000-го 2001-го года вот такие терморегуляторы, вернее, не терморегуляторы скорости вращения вентилятора печки, они практически абсолютно одинаковые, потому что у меня есть товарищ, у него Nissan X-Trail точно такой же, потом Nissan Cube точно такой же, Nissan March абсолютно такой же. Ну, то есть, после 2000-х годов, где уже климат контроль стоит, вот стоят вот такие терморегуляторы. Хотя, на более ранних версиях они бывают, немножко форма другая. У них вот такие тоненькие, погуглите в интернете. Так, значит, перед этим я вам показывал, что вот эти две ноги являются термопредохранителем. купил я термопредохранитель, вот, но он немножко, как бы, не соответствует параметрам. То есть, тот родной 140 градусов, 2 ампера, а вот этот 125 градусов. То есть, как бы, должен срабатывать пораньше. Но, чтобы мне не опускать его вовнутрь, я его вот здесь вот немножко наверху оставил, припаял, ну и теперь будем пробовать ставить на место, как он будет срабатывать. То есть, вот эта цепь была разорвана, поэтому не работала печка. Сейчас я поставлю на место весь этот резистор, транзистор, не транзистор, резистор переключения скоростей. Вот они, три ноги, три положения скорости вентилятора. Вот, сейчас поставлю и посмотрим. Ну, как будет работать, конечно, отпишусь. Отпишусь, может, даже сниму видео. Посмотрим. Так, пришли мы устанавливать на место этот терморезистор, регулятор вращения печки отопления салона. Вернее, ну да, регулятор вентилятора отопления, регулятор вентилятора отопления салона. Так, правильно. Смотрите, значит, сейчас мы сюда, после того, как я припаял вот этот вот терморезистор на место, я, конечно, перед тем, как паять, вот сюда кинул два проводка, вернее, два проводка, один провод, два места, вот отсюда до сюда проводок, и печка заработала, ну, на короткий промежуток. Можно даже было просто провод бросить, типа предохранителя, и ездить какое-то время. Ну, все-таки решил поставить терморезистор. Сейчас я что делаю, опять проверяю, включаю сюда разъем и включаю зажигание. Посмотрим, будет работать печка, нет? включили. Включили. включаем зажигание. У меня печка включена сразу, посмотрим, будет крутить. Нет, вот она, печечка заработала. Переключаем, переключаем. Это у меня, видите, в самом большом положении. Убавилось, убавилось. И это у нас авто, то есть климат-контроль. Все работает. Ну, все, теперь нам нужно что? Теперь нам нужно просто установить на место этот терморезистор. устанавливаем крышку. По-другому установить ее никак нельзя, потому что японцы предусмотрели вот здесь, видите, один скос, а вот здесь два скоса. То есть, если перевернем, ну, никак не получится по-другому. Теперь она ничем не защелкивается, крепится вот на вот эти два самореза, вот один, второй. Вот они саморезики наши, вот они. Опять ту же самую процедуру, то есть я залажу сюда. Мог бы, конечно, без фонаря обойтись, но показать надо. Вот это место. Тут тоже по-другому никак не установишь, видите, скосы. что-то крепую, можно сказать, дело. Все, вставил. Теперь необходимо завернуть два саморезика по краям. И показывать не буду, неудобно. потом просто одену этот разъем на место. Ну и все, как я вам показал, уже все работает. Все, всем пока, спасибо за внимание. Вот так вот отремонтирована была терморезиста, стоила всего в магазине где-то около полутора тысяч, ну не в магазине, бэушного на разборках, а я обошелся малой кровью, то есть примерно рублей за 200 мне. Показ, ну за поездку, за припой, за сам термопредохранитель, который стоит в районе 15-20 рублей на данный момент ноябре 2018 года. Ну так как-то. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok